Ну что, уже все видели, в красном и белом вот такой коньяк продается. Франция, Иксо, Сен-Кло. 7,5 стоит. Когда смотришь на бутылку, особенно вот на эту золотую шляпу, у меня ассоциации сразу либо с какими-то армянскими коньяками, либо вспоминается коньяк от жемчужин из Ставрополья Троекуров. Вот что-то есть в оформлении. Итак, Сен-Кло, Иксо, или как тут написано, коньяк марочный старый КС. Франция, год урожая 2011, объемная доля этилового спирта 40%. Состав? Коньячные дистилляты, вода исправленная, краситель сахарный, колер простой. То есть сахара нет, понятно. И, конечно, всем интересно, кто производит этот коньяк. А производит этот коньяк? Коньячный дом под названием Абекасис. Я пробовал из этого коньячного дома только один коньяк, который называется Лейра Вейсулпи. Это было очень давно. Это какой-то то ли третий, то ли четвертый ролик на нашем канале. Тот коньяк мне понравился. Больше ничего от Абекасис я не пробовал. Но я знаю, что этот коньячный дом очень молодой, он основан в 21 веке, и у них уже довольно много медалей. То есть это не фигня какая-то. И этот коньяк заказан не у Абы Кого, а у Абекасиса. Мне нельзя хихикать, мне трясется камера. Да, открываем. Если эта штука окажется пластмассовой, это будет вообще прям вот армянский вариант оформления. Так, наверное, некрасиво. Надо вот сюда кинуть. Абсолютно армянская пробка. Вот просто... Что ж мне напоминает? Нет, кстати, она мне напоминает не армянскую, а Женис. У Женисова точно такая же пробка. Придется жениться. Ну и сразу аромат попер. Очень интересный. Давайте наливать. Как ты будешь пробовать с камерой в руках, я не знаю. Но это твои проблемы. Я аккуратненько буду. Цвет довольно бледный. Янтарный. Аромат. И знаете, первая мысль, которая приходит в голову... Я не знаю, продается сейчас такое или нет, но раньше продавался... На россыпь он продавался. Чай. И там было много каких-то включений. Там были синие лепестки и рыжие лепестки каких-то цветов. И вот этот чай... Он так пах. Какой-то цветочно-фруктовый аромат. Что, в принципе, характерно для французского коньяка. Довольно много цветов. Это фиалки. И это гвоздика. Тут такой явный ощутимый тон гвоздики. Вот этой мелкой... Как называется мелкая гвоздика? Некоторые в букеты вот эти длинные делают. Ой, я не помню. Ну, короче, в саду растет... Которая гвоздика. Есть абрикос. Как свежий, так и курага. Все это со сливочными нотами дубовыми, которые дает бочка. Какой-нибудь абрикосово-апельсиновый чизкейк. Потому как апельсины тут тоже есть. Колыхнем. Да, так цитрусов больше делается. Так больше цитрусов и появляется и риска. Ну что, аромат очень приятный. Тут даже есть бальзамичность. Давайте пробовать. Какой он парфюмерный. Какой он абрикосово-апельсиновый во вкусе. Цветочный. Очень яркие вкусы. Давайте еще раз. Он мягкий даже при первых глотках. И очень яркий. Неимоверный абрикос и апельсин. Прям сильный-сильный. Какая-то смолистость. Абрикосовая камедь, наверное. Слушай, такая вкусная штука. Ее просто хочется прихлебывать. Да, остановиться сложно. Сливочность есть во вкусе. Он мягкий, обволакивающий. Такой густенький. Слушай, какая вкусняшка. Он не особо глубокий по вкусу. Но очень яркий и очень вкусный. Хотя вот сейчас я стал различать что-то вроде кожи. Какие-то терпкие нюансы. Может быть, даже грибные немножко. С этим коньячком стоит пообщаться поближе. Да-да-да. Пошла терпкость, пошла кожа. На послевкусии хорошо слышна бочка. Так приятное анемение дают. Очень жизнерадостный коньяк какой-то. Слушай, какая прикольная штука. Первое впечатление – песня. Ну что ж, как вы видите, по моему лицу прошло две с половиной недели. И пора выдать окончательный вердикт по коньяку Сен-Кло, который для красного и белого делает коньячный дом Абекасис. Думаете, просто так что-нибудь там расскажу? Вот и всё. Видите, тут уже четыре бокала. Причём они помечены. Вы понимаете, что сейчас будет? Понимаете. Итак. Ещё, как вы видите, три Иксошки. ГД Органик Гастроном Иксо. Обзор на него был летом. Не пробовал я его уже очень давно. И дальше два коньяка, которые я не пробовал никогда. Это Казумян Иксо. Я думаю, для сравнительной дегустации его вполне хватит. Этот коньяк Ангелина выиграла у Дениса Шашкина. Ну, не в смысле в карты выиграла, а как это называется? В лотерею. В лотерею выиграла, да, в новогоднюю. И четвёртый экземпляр – это Фрапен Иксо, который мне прислал подписчик, который пожелал остаться неизвестным. Ну, в смысле, я знаю, как его зовут, но он сказал, имя его не называть. Ну, за коньяк большое спасибо. Итак. Сенкло, ГД Органик Гастроном, Казумян Иксо и Фрапен Иксо. Вип, да. Иксо Вип. Долго ты наливала? Я наливала по две дозы и очень старалась. Да, налито по две дозы у меня и у Ангелины. Я не знаю, где тут что, а она знает. Так, надо проморгаться теперь после. Ресницы помялись. Так. Зелёный. Тёмный. Это синий. А, это синий? Да. Серьёзно, это синий? Ну, там в наборе есть зелёный и синий. А, это синий. Значит, это синий. Ясно. Так. Ну, по цветам. Значит, вот этот самый бледный. Это красный? Да. Ну, розовый. Хорошо. Ну, красный, розовый. Самый бледный. Они великоваты. Их, короче, нам располовинить. И там можно... Ну, как? Получится две штуки. Ну, в принципе, да. А сейчас они, видишь, мешают брать за бокал. Ты за них веришь? Мешают. Мне надо больше. У меня пальцы... А за них, если прям... За них, я ну, как-то не уверена. Ладно. Короче, давай это. Самый бледный. Красный. Фиолетовый. Чуть-чуть темнее. Ну, даже не чуть, а темнее. И вот они зеленоватые. Это два зеленоватых коньяка, а вот это два красноватых. Нос чешется. И вот эти темнее, а эти светлее. Начнем с самого светлого. Красиво. Есть что-то лекарственное. Первое ощущение... Это... Это какие-то аптечные травы. И, наверное, конфеты. Так, неплохо. Фиолетовый образец. Более сладкий. Тут какие-то и риски даже есть в аромате. Более конфетный. Желтый образец. О! О! А тут чуть ли не пипидыша какой-то. Какой-то такой более резкий, более цветочный, растительный аромат. Интересно. Они вот по цветам, да, эти зеленоватые, эти красноватые. И ароматы у них вот эти, как бы, близки. Не то, что близки. Короче, вот эти вот, два более коричневых, более красных, они... Ну-ка. Да, вот этот прям травянистый. А этот тут тоже есть цветы. Такие сложные, тяжелые, хризантемы, гиацинты и плюс и риска. Так. Давайте дальше. Немножко пообщаемся. Угу. Вот так. Тут появляются тоже цветы. Появляется парфюмерность. Но если тут цветы, вот эти вот, тяжелые, то тут это... Что это? Ну, это, наверное, цветущие деревья. Фруктовый цвет, да. Это, может быть, может быть, акация, которая псевдо-акация. И какой-то ореховый тон. Ну, и вот эти аптечные травы тут тоже есть. Ореховый тон, сладкий орех, типа кешью молодого фундука. А тут, когда колышешь, тоже появляется парфюм. Парфюм терпкий. Какие-то такие более мужские, табачные ароматы. И все это с ирийской. Да, прям сигарный такой пошел тон. Интересный. Я пока что... Как он называется? Сен-Кло. Не особо узнаю. Так, вот этот вот, желтый. Да, тут этот тон травяной такой. В смысле, растительный. Что-то есть от черной смородины, да, листьев. Может быть, даже от помидорной ботвы. Наверное, мед. Да-да-да, слушайте, прям мед такой интересный. Вот он какой-то странный. Он, мне кажется, вроде бы сначала слабее вот этих, а потом как-то вот проступают какие-то ноты вторым слоем. И он, кажется, он, не, наоборот, круче. Я что-то с ним вообще не пойму, не разберусь. Так, слюноотделение пошло. Как ты говоришь, это зеленый? Это синий. А, это синий. Ну, там еще зеленый в наборе, значит, это синий. Ммм, а у этого какой классный аромат, а. Тут, кстати, тоже, вот я недаром сказал, что тут я сказал пипидеша, да, и сейчас это пошло в смородину и в помидорную ботву. А тут тоже что-то вроде, но это больше во фрукты, в маракую. Кто не знает, вот этот аромат пипидеша, кошачья моча, это одно и то же вещество, которое есть в савиньон-блане, в черной смородине, в листве, в помидорной ботве. В маракую. Это все одно химическое вещество. И если тут оно более горьковатое такое, вот, в листву, то тут оно именно во фрукты. В маракую. В маракую, да. Маракую, это ж фрукт. Я не очень чушь несу. Да нет, потом вырежешь всю чушь, оставишь только самое главное. Как это я вырежу? Ты че? Вот это очень интересный аромат. Синий, да? Синий. Синий у нас называется. Пусть будет синий. Да я забываю, просто цвет у него зеленый, я постоянно забываю, что он... Надо было зеленую одеть, я че-то не подумала. Ой. Я вот этот понюхал так хорошо, и этот че-то как-то в аромате потерялся. Да, он такой стал слабенький-слабенький теперь, а? Когда я вот в эти внюхался, они более яркие по аромату. И теперь его надо добывать. Как интересно. Фиолетовый. Фиолетовый. Нет, тут все в порядке. Тут все в порядке. Фиолетовый более выносливый. Угу. Ну, то это вот такой аромат интересный. То у него какая-то грубость проявляется, которая даже есть вот в каких-то недорогих армянских коньяках. То потом бац, проступает вот эта вот тонкая какая-то растительная тема. Какой-то он неоднозначный. Вот есть аромат вот от сжженного дерева, когда его обжигают именно горелкой. Ты о котором? О желтом. О желтом? Да. Ты про него говорил. В желтом есть оттенок аромата. Дерево, которое обожжено горелкой именно. Слушай, вот сейчас я после этого его понюхал, и мне как бы не понравилось. Сейчас после этого вернулся к нему. Классно. И какие-то сладкие тона появились. Он сначала был такой горьковатый больше. Он игривый какой-то. А сейчас что-то сладкое появилось. Да, он такой какой-то переменчивый. А вот этот, вот этот по аромату мне, наверное, больше всех нравится. Синий. Так называемый. Как интересно. Так, ну давайте начнем пробовать. С красного. Нос чешется. Какой-то такой травянистый вкус. Не органик ли это гастроном? Так, фиолетовый. Сразу гуще. Слаще. Это интересно. Разнообразнее. Желтый. Неоднозначный аромат. Особенно, когда после фиолетового нюхаешь. Колюченький такой. Вот недаром мне это казалось. И во вкусе есть какая-то такая немножко простоватая деревяшка. На фоне того, что я сейчас попробовал, а тут деревяшка, она какая-то такая простоватая немного. Я бы сказал. Есть такое? Есть. Значит, пока что фиолетовый впереди. Но по аромату мне больше всех нравится вот этот с неоднозначным цветом. Синий. Синий. Ммм. Да. Самый вкусненький, да. Да. Чёрт побери. Во рту пипидыша замечательно раскрывается яркой маракуйей, тропическими фруктами. Ммм. Вот это вещь. Это что, фрапен? Просто этот коньяк вот так вот, вух, вперёд на фоне остальных. Пока что, по крайней мере. Вкусненько. Так, давайте опять вернёмся к красному. Травушка-муравушка. Ну, такой вот французский коньяк. Французский коньяк с какими-то травянистыми нотами. С какими-то цветочками. Прикольно. Неплохо. Фиолетовый. Сладенький. Фруктовый. Цветочный. Если этот травянистый цветочный, то этот фруктово-цветочный. С сливочным тоном. С каким-то вот ирисочным таким. Топлёные сливки, да, что-то такое. Это вкусно. Фиолетовый, это вкусно. Жёлтый. Вот сейчас нюхаю, аромат классный. Вот сейчас пошла эта самая, чёрная смородина. Тут какая-то суровая чёрная смородина, неизящная всё-то. Да. Этот более сухофруктовый, более такой вот, знаете... Армянистый. Казумян. Это казумян. Доска вот эта такая, знаете, ну как вам сказать, у того же Найри доска будет куда изящнее, чем у данного коньяка. И синий, как говорят. Всё-всё. Уберите всё это. Я буду пить это, да? Значит, вот это просто огонь. Это мне очень нравится. Нос всё так же. Вроде пью, а нос чешется. Это мне очень нравится. Это однозначно первое место. Он офигенный. Вот это, наверное, второе место. Так, давайте... Ну, сейчас я его уже пил. Фиолетовый. После лидера. Аромат чуть грубее. Вот этот, он сладкий. И он такой густенький. Такое ощущение, что сахар сюда хорошо положили. Ну, или, может быть, это нюансы перегонки и выдержки. Но он такой вот густенький и сладенький. И после синего образца он, конечно, проще смотрится. Когда его пробуешь между вот этим и вот этим, он прям так хорошо. После этого он, конечно, попроще. Но весьма приятно. Ты их расставляй по местам. Там у меня нос чешется. Ты сразу по местам. Хорошо. Это пока что первое место. Это второе. Так, вот этот. Вот когда в обратном порядке начал пробовать. Слушайте, вот это уже интересно. Так, ты пока отодвинься. Что ж ты его так обижаешь? Вот эти два. Ну-ка. Сладенько-миленько. Травянистенько. Травянистенько. Не миленько. Но вкус такой, знаете, довольно многогранный. Чего у меня нос чешется так? Собака. А не нос. Вот эти коньяки более-менее близко. Значит, вот этот конкретно впереди. Вот эти два. Наверное, все-таки вот этот мне больше нравится. Сладенький, миленький. А вот этот на втором месте. Тьфу, на третьем. На третьем месте, но рядышком. Потому что он вот... Хотя, может быть, сейчас этот все-таки... Когда в другом порядке. Ну, что, поболтать? А то он все-таки вот... Не, ну, он вкусный. Это все французские XO. И они все вкусные. Хотя, в плане именно XO ли этого, у меня, конечно, есть к некоторым образцам вопросы. В желтом какие-то хвойные оттенки, когда его болтаешь, так нюхиваешься. Вот эта вот паленая доска. Куст смородины, который, видимо, тут как раз стройка идет. Доски палят. И он такой стоит, бедный. На него наступили уже 10 раз. Может быть, опалили вместе со всем. И на послевкусии у него такая вот эта паленая доска. Такая горчащая. Да, это четвертое место. Это четвертое место. Значит, вот это вот прям совсем лидер. Прям совсем классно. Это точно французский XO. Ты пробуешь, и ты понимаешь, что это, блин, на это французский XO. Это офигенно. Просто, просто обалдеть. Очень вкусно. По убыванию. Неплохо. Неплохо, неплохо. Чуть-чуть грубее, чем тут. Но тоже неплохо. Вот он реально как будто бы подслащенный немножко. То есть вот тут он как бы и пожиже немножко, синий, да? И... 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 Многогранний при этом. А этот, он как бы гуще, слаще, немножко сглаженней, но хорошо. Все-таки хорошо. Ну да, тут не очень много ароматов, но при этом они крайне приятные. И вкусов. Знаешь, по ароматам... И вкусов тоже. По ароматам у меня как-то вот были еще какие-то сомнения, там, кто где. Но когда ты пробуешь, чтобы... Вот этот просто улетел вперед сразу. Мне вот кажется, что Жозефина была более разочаровывающей, чем вот этот фиолетовый. Ну, в смысле того, что он сладенький, мягкий. Наверное, это женский коньяк. Вот этот товарищ интересный. Вот если этот, наоборот, сладючий. И тут даже думаешь, что, ребята, ну, знаете, не то, что перебор. Ну, так вот уже близко к краю подобрались. Еще в пределах нормальной сладости, ну, прям сладко. Вот тут вот кажется как-то слишком он какой-то горько травянистый. Не в плохом смысле этого слова, как, опять-таки, бывает у дешевых армян, да? Да, там прям такой вкус бурьяна. Нет, это изящные травы, это как бы вот какая-то аптечка, да? Аптечные травы. И вот эта вот горчинка такая аптечная идет. Она изящная, она вкусная, но как-то себе в голове, особенно после этих, представляешь, что будь он чуть послаще, да, было бы, может быть, он был бы гармоничнее немножко. Но он тоже интересный, он тоже многогранный довольно-таки. Прикольный. Розовый. Красный? Красный, да. Красно-розовый. У него вот эта вот терпкость, она переходит в молодой грецкий орех. На вкусе. На вкусе, на послевкусе, вот где-то там. Очень интересно, он развивается. Но у него вот эти вот травянистые темы разные. И молодой грецкий орех, да, вот зеленый, да, вот кожура его зеленая. Когда вы его плохо очистили, не прямо с кожурой, с кожурой это слишком горько. А вот там кусочки какие-то недочищенные. И вот он такой с горчиночкой такой. Так, и желтый образец. Да, есть тут все-таки вот какая-то грубость такая. Желтая, это хипстерская стройка, где строят красивый там модный дизайнерский дом. И потоптали куст смородины. Ой, что-то знаешь, что-то он мне вообще меньше всех стал нравиться. Прямо, я вот раньше думал, а сейчас что-то, что-то он прям грубый. Сейчас я вот покопался в этих. Вот посмотрите, тут я пытался разобраться, да. Тут вообще разбираться не на, он почти полный. То есть его я пил мало, потому что тут чуть-чуть пробуешь, и он просто улетает вперед вот так вот. Тут, да, надо покопаться, чтобы понять, кто из них где. Тут среднее количество осталось. Потому что я тоже пытаюсь что-то из него выцепить, но вот как-то после этих образцов, когда я в них покопался, я понимаю, что как бы выцепить особо и нечего. Коньяк сам по себе неплох. Ну, блин, я бы в жизни сказал, что это Иксо. Он вообще не звучит на Иксо. Мало того, он даже как-то, по крайней мере, вот сейчас на фоне этих трех, француз это или не француз. И поэтому, конечно же, меня подмывает сказать, что это Казумян. То есть что-то армянское, да, в нем есть. Зная, что такое фропен, конечно, мне хочется сказать, что это фропен. Вот просто улетел в небеса, всех этих оставив где-то позади. Дальше. Сладкий, цветочно-конфетный. Насколько я помню, это Сен-Кло. Он был именно таким. И травянистый какой-то вот такой вот. Вот такой вот. Это органик-гастроном, как мне кажется. Ты все угадал. И подписчики скажут нам, что мы читерили. Вообще не читерили. Рассказывай. Жена тебе показывала знаки. Вернее, бутылку. Фропен это огонь. Это очень хорошо. Органик-гастроном это неплохо, но как бы уже так себе. Сен-Кло прямо хорошо смотрит. Сен-Кло. А сколько он стоит, я забыла? Семь с половиной. Ну, как бы. Как вам сказать, кого может напрячь Сен-Кло? Если вы не очень дружите, да, вот все-таки со сладкими коньяками. Он сладкий. Он откровенно сладкий. Он еще такой густенький. Как будто бы вот прям такой сахарный. Но мне понравился. Он интересный. Это, конечно, вообще не ровня. Фропен. Но Фропен это другая лига. Это другая лига. Другой этаж просто. Не то, что ступенька. Это другой этаж. А вот эти вот, ребята. Это, знаете, это где-то рядышком. Это вот где-то плюс-минус. Казумян отвалился. Пить можно. Пить можно. Коньяк неплохой. Но это не ровня даже вот этим коньякам. Лучше его ни с кем не сравнивать. Казумяна? Да. Ну как? Вот он сейчас оттенил вот эти два коньяка. Понимаешь, если бы у нас, допустим, был не Фропен и Казумян с ними, а, допустим, Фропен и Хеннесси, я думаю, они бы были, наоборот, в аутсайдерах. А так, они четкие середнячки. Ну, короче, Сенкло мне прям нравится. А Фропен почупывает. Очень дорого. Понятно. Значит, Сенкло мне очень нравится. Это дорогой коньяк. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова